Нам обещана была зеленая зона с парковочками, все прекрасно. Потом застройщик нам пояснил, это был просто рекламный ход. Вы могли не покупать, если бы вы не сказали вам этого, вы бы не покупали наши квартиры. В итоге квартиры куплены, а в 15 метрах от жилых домов должен появиться еще один. Смотреть из окон не на деревья, а на стены соседнего здания никто не хочет. На встрече неделю назад застройщик пообещал горожанам заморозить стройку до 15 мая, чтобы найти компромисс с жителями. Последние пришли с предложениями. Возможно ли обмен земли? То есть город изымает участок у застройщика под муниципальные нужды и дает в другом месте города. Процедуру обмена земельным участком осуществить невозможно, потому что нет для этого правовых оснований. Пересмотреть место для строительства немного дальше от того, что выбрано сейчас. Это еще одно из предложений жителей. И застройщик вроде бы не против, но... Есть определенные процедуры. Правильно, что он говорит. Правильно землепользованной застройки основывается на решении генерального плана. Можно изменить конфигурацию зеленой зоны. Нести изменения в генеральный плана. Затем нести соответствующие изменения в правилах землепользованной застройки. Временная цена вопроса 2 года. Фактически единственный выход, который сейчас есть у жителей, это обращение в суд. Но сначала они планируют дождаться результатов заказанной ими экспертизы. Если она покажет, что никаких нарушений норм для строительства нет, поход в суд может оказаться бессмысленным. И жители даже готовы будут извиниться перед застройщиком. Но они не намерены отменять запланированный на это воскресенье митинг. Митинг имеет целью своей формирование и публичное выражение мнения, общественного мнения по поводу точечной застройки неразумной градостроительной политики в нашем городе. До 15 мая место, огороженное под строительство дома, использовать не планируют. Но ждать дальше и нести убытки застройщик не готов. Мы будем следить за развитием ситуации, ведь даже если стройка продолжится, горожане планируют и впредь бороться против точечной застройки краевой столицы, которая, по их мнению, совершенно не учитывает интересы рядовых жителей. Татьяна Голубева, Александр Антропов. День с толком. Вопрос в разрешении.